Поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая складывается в Украине и вокруг нашей страны. Ну что ж, наконец-то, видите, не успел я вчера записать ролик, как уже было официально объявлено о том, что Украина таки получила ракеты Атакумс. Но, правда, с дальностью пока что, это первый шаг, я так понимаю, с дальностью 165 километров. В принципе, довольно хорошая дальность, ну, видите на снимке, я вам демонстрирую, дальность досягаемости разных типов, трех типов боеприпасов к комплексу КМЛРС М270 или Хаймарс. Вот, там показано, что мы перекрываем. Так вот, практически этими ракетами 165 километров всю материковую часть, оккупированную материковую часть Украины мы практически покрываем. И северную часть Крыма мы достаем, достаем даже до Джанкоя. Дальше, к сожалению, эти типы боеприпасов к МЛРС не достают. Ну, я так понимаю, что это дело поправимое, следующая поставка может быть и на 300 километров. Но, и тогда мы достаем уже полностью до всей территории Украины, включая Керченский пролив. А там же шфарватер на нашей стороне, поэтому можно сказать, что пролив, в принципе, по-юридически под контролем Украины. Он находился, ну и будет, конечно же, находиться. Так что, Белый дом официально подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты атакам с дальностью 165 километров. Вчера это был главком первым, об этом сообщил главком Валерий Залужный. Генерал Залужный продемонстрировал видео пусков этих ракет. Потом в вечернем обращении президент Зеленский. Ну, а сегодня уже пришло сообщение, официальное сообщение из Белого дома. Также, Белый дом еще, еще одно сообщение, представитель армии Соединенных Штатов отрапортовал, что все обещанные танки Абрамс прибыли в Украину вместе с экипажами, которые обучались на этих танках. Экипажи наши, на Украине. А, ну, танки, 31 танк, то есть батальон в полном составе Абрамс находится сейчас в рядах Вооруженных Сил Украины вместе с экипажами. Ну, и Нью-Йорк Таймс поспешила сообщить, какой тип ракет был передан. Нам были переданы ракеты Атакумс с кассетной головной частью, дальностью 165 километров. И в этой кассетной головной части содержится 950 суббоеприпасов осколочно-фугасного действия. Ну, то есть, для поражения площадных целей, открыто расположенной техники и личного состава врага, самое что ни на есть хорошее средство. Ну, правда, пока что Нью-Йорк Таймс пишет, что 20 дальнобойных ракет, таких ракет нам передано. Ну, лиха беда начала. Будем говорить, ну, давайте скажем, что это первый пробный шар. Сколько реально ракет приехало в Украину, ну, это знают только наши военные. И сколько еще приедет в ближайшее время, потому что это первая, все подчеркивают, что это первая партия. Ну, значит, и не последняя. Далее вернемся немножко на, точнее, поговорим два слова, скажем, о войне на Ближнем Востоке. Израиль в секторе Газа. Мы наблюдаем, кстати, очень интересную ситуацию. С одной стороны, в мире поднимается волна. Она очень хорошо организована в разных странах, особенно в европейских. Очень хорошо организована в плане поддержки Палестины и Хамас. Точнее, поддержки Хамас под прикрытием поддержки Палестины. Вот. Призывают там джихаду, пытаются громить какие-то еврейские организации или посольство Израиля, или еще что-нибудь там такое. Где-то уже происходят даже убийства, как во Франции. Двух болельщиков там убили. Сейчас, ну, задержали, слава богу, этого убийца. Вот. И, а в самом секторе Газа, для того, чтобы не дать возможность Израилю провести сухопутную операцию, проводится операция под чужим флагом. Классический вариант операции под чужим флагом. Когда подрывается больница с людьми, сообщается о, там, гигантское заявлено количество жертв, то есть более 800 человек, это погибшими только. Вот. А, ну, еще и раненых примерно столько же. И обвиняется, естественно, объявляется армия обороны Израиля в этом инциденте. И, соответственно, новая волна уже в странах арабского мира и происходит в мусульманских странах. Вот. Соответственно, первая реакция была, даже США призвали Израиль соблюдать законы войны. Потом президент Турции обвинил Израиль. Израиль обвинил президента Турции в накачивании ситуации. Израиль сначала обвинял боевиков Хамас в ударе по больнице. И, соответственно, потом, когда собрали доказательную базу, поняли, что это делала организация «Исламский джихад». И, кстати, вот в исламских странах, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Пакистан, тоже обвинили Израиль в этом ударе по госпиталю. В Турции там всю ночь были антиизраильские, антиамериканские протесты, что силовикам даже пришлось применять, они пытались штурмовать посольство, им полиция применила резиновые пули, водометы и водометы к протестующим. Настолько там разошлись в своих намерениях, настолько раскачали ситуацию протестующие. В Иране объявили запись добровольцев на войну в сектор газа против Израиля. И там записалось уже 3 с лишним миллиона человек. Так вот, потом Соединенные Штаты, когда разобрались со своими, а Россия с одной стороны, вот, кстати, двойные стандарты Рашистской Федерации, они заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН о том, что Хамас совершил вот эту жестокую резню в Израиле, это тоже военное преступление, 7 октября они заблокировали, а сейчас Израиль, точнее, Эрефия вместе с Китаем потребовали Совет Безопасности ООН для того, чтобы осудить действия Израиля. Но, Соединенные Штаты, Джо Байден, он, кстати, прилетел уже в Тель-Авив, и он сделал заявление, что Израиль не наносил удар по больнице в Аль-Ахле, в секторе газа. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля. Исходя из того, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая сторона, а не вы, сказал президент Соединенных Штатов. Также Израиль сегодня, вот, на этом заседании Совбеза ООН, Израиль предъявит конкретные доказательства своей непричастности к атаке по больнице в Газе, заявил глава Министерства иностранных дел самого Израиля. Ранее Цахал уже обнародовал некоторые доказательства. Первое, аудиоперехват разговора террористов по осечке боеприпаса, то есть ракета, предполагается, выпущенная организацией «Исламский джихад», дала осечку и взорвалась в воздухе над больницей, над стоянкой возле больницы, что вызвало пожар. А потом, вот в результате этого, они заявили, что ракета была израильская, и вот этот взрыв воздушный вызвал такое большое количество жертв. Далее, видео, материал Цахал уже предоставлял, это геолоцированный момент запуска ракеты и ее взрыв возле больницы. Схема маршрута запуска ракеты, точнее, схема маршрут запуска ракеты, организация «Исламский джихад». И фотография «Результат взрыва и отсутствие воронки». Ну, кстати, мы с вами уже на собственной шкуре испытали, мы уже знаем, очень четко различаем, когда прилетает ракета с осколочно-фугасной головной частью, то, естественно, образуется огромная воронка, потому что ракета за счет своей скорости успевает проникнуть в землю на глубину 6-8, иногда более метров, и бомба тоже, и потом во время взрыва она образует огромную глубокую воронку. Здесь воронки нет. Если бы это была бомба или была ракета осколочно-фугасная, то тут воронки бы не было. Ну, вообще, от этого сегодняшнего заседания очень многое зависит, потому что, ну, это только, во-первых, это те доказательства, которые уже опубликованы. Как и еще там было сказано в заявлении МИДа Израиля, что будут более серьезные доказательства, продемонстрированные на Совете Безопасности ООН. Если это все удастся убедить и доказать, ну, я думаю, что да, потому как я не сомневаюсь, что это операция под чужим флагом произведенная. Мы уже тоже знаем, встречались, как расисты проводят операцию под чужим флагом, обвиняя нас в нанесении либо неправомерных огневых ударов, вот, либо в попытке обвинить нас в каких-то диверсионных действиях. Так что мы с этим постоянно, мы в курсе. Так вот, от этого заседания будет очень многое зависеть. Во-первых, начнем с того, что дадут ли, будет ли у Израиля возможность провести сухопутную операцию. Потому что если они ее не проведут, ну, это будет считаться, наверное, поражением Израиля. Даже не столько военным, сколько политическим поражением в противостоянии с врагами, которые его окружают. Так что довольно серьезное заседание, будем ждать результатов. Я надеюсь, что Израилю удастся убедить членов Совета Безопасности ООН, что это не их взрыв. Заодно они, я думаю, что там же и расскажут, кто мог быть причастен. Или что это за ракета тяжело, потому что территория не контролируется сегодня Израилем. И собрать обломки и идентифицировать ракету на сегодняшний день не представляется возможным. Далее, Путин в Китае встречался, или человек похожий на Путина, встречался в Китае с различными лидерами. В том числе и с лидером китайской народной Китая, Си Цзипин. Во-первых, выступления прозвучали на форуме «Один пояс, один путь». Но вообще форум очень сомнительный. Почему? Потому что присутствуют страны Азии и отсутствует... Знаете, когда... Вот очень интересное сравнение нашел в интернете. Когда строят мост, то должны быть две опоры на одном и на втором берегу. То есть откуда мост начинается и куда мост должен привезти. Так вот, в сегодняшнем проекте «Один пояс, один путь» нету ни один представитель из числа стран, которые должны составить середину этого моста. И самая главная, конечную цель этого моста или конечную точку, в которую должен упираться этот мост, не были представлены на этом форуме. То есть форум какой-то однобокий, очень однобокий. Вообще непонятно, зачем Китай его собрал, что они хотят там этим... Что они начнут строить? Куда? В никуда этот мост? Например, Италия вообще объявила о выходе из этого проекта. Единственный руководитель из европейских стран это Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Но он приезжал по другим, мне кажется, делам. Он приезжал отчитываться, чтобы его не вызвали в Москву на отчет. Он приехал, примчался в Пекин, для того, чтобы отчитаться перед Путиным, как он отрабатывает политику, пророссийскую политику, проводит в пределах Европейского Союза и в пределах НАТО против Украины в пользу России. Я думаю, другой цели там вряд ли могло быть. О чем вам еще там разговаривать? А больше никто не был представлен. Поэтому форум, в принципе, однобокий и вообще непонятно, для чего его Китай собрал, если нет представителей всего маршрута. Вот этого один пояс, один путь, нового шелкового пути. С Путиным завтрак должен был пройти, но пока по завтраку ничего нет. Есть информация о выступлениях. Путин выступал сразу после Си Цзепины. И очень интересно, они практически во многих вопросах совпали, выступления. В частности, в своей речи в Пекине Си Цзепинь подверг критике односторонней санкции, геополитическое соперничество и блочную политику. То есть политика создания блоков его не устраивает. Хотя он не назвал ни одной страны. Вот это выжидательная позиция Китая, всегда выжидательная позиция Китая, что ну вот все виноваты, но кто конкретно, мы не скажем. Но все виноваты в том, что, или большинство виноваты, что такие проблемы у Китая, в России и других стран. Хотя не назвал ни одной страны. Эти замечания были явно... Понятно, что это отсылка на политику США по отношению к Китаю в последние годы. А выступающий после него Путин вообще заявил, что надо построить новый альтернативный миропорядок. Что имеется в виду под альтернативным миропорядком? Ну мы все примерно догадываемся. Это диктатура. Диктатура сильных государств. При этом Путин пытается Россию приписать к сильным мира сего. Хотя кроме ядерной дубины, больше фактически в России сильного ничего или угрожающего безопасности миру ничего не осталось. Я бы так, наверное, сформулировал. Ну посмотрим, к чему это приведет. Конечно же я понимаю, что скорее всего цель будет у Путина выпросить, хоть какого-либо человека похожего на Путина, выпросить какие-то плюшки для Министерства обороны и аэрофии. Почему? Потому что у них огромные проблемы, несмотря на то, что они переводят экономику на военные рельсы. Тем не менее комплектующих все меньше и меньше попадает в Российскую Федерацию. И, соответственно, они начинают либо методом разбраковки отдельных экземпляров и минимальной модернизацией старых образцов вооружения. Что для них является огромной проблемой. Ну и опять, да, еще одно заявление было очень интересное. Человека похожего на Путина в Китае. о том, что расистские воздушно-космические силы будут патрулировать воздушное пространство в Черном море, я так понимаю, нейтральное небо, самолетами МиГ-31К, носителями ракет «Кинжал». Типа берут, потому что это безопасность эрефии. В первую очередь это будет, конечно, проблема для нас, потому что, когда взлетает дальность этой ракеты, там примерно 900 километров, как показывает практика ее применения. И потому как мы это на себе уже тоже проверили. Но ситуация в том, что нам придется объявлять воздушную тревогу чаще, когда МиГ-31 будет в воздухе, потому что мы не знаем, с ракетой он или нет. Это раз, мы не можем определить дистанционно. И второе, будет ли пущена эта ракета. Поэтому, к сожалению, я так понимаю, количество воздушных тревог, особенно в южной и центральной части Украины, будет увеличено. Но я усматриваю, я делаю вывод, что Путин нашел новый способ махания ядерной дубиной. Дело в том, что к ракете «Кинжал» есть ядерная голова. С какой ракетой будут патрулировать эти самолеты, сказать на сегодняшний день трудно. Ну, даже примерно до тысячи километров, говорим образно, если учитывать ее дальность, то с акватории Черного моря это покрывается довольно большое расстояние. Если, допустим, не заходя в воздушное пространство Румынии или Турции, или Грузии, то получается, что Эрефия, ну, примерно если очертить тысячу километров, то это довольно большое расстояние, включая и часть Средиземного моря. Единственное, надо посмотреть до Израиля, она достает или нет. Если да, то тогда под угрозу может попасть и авиационная ударная группа, которая находится возле берегов Израиля. Ну, я думаю, что это вот махание именно ядерной дубиной, потому что параллельно с отъездом Путина в Пекин, Государственная Дума России, еще раз я повторюсь, она отозвала свою подпись Эрефии под договором о запрете проведения ядерных испытаний. То есть, они хотят вернуться к этим ядерным испытаниям. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!